Давайте попробуем нарисовать портрет среднестатистического ипотечника. Квартира была куплена в ипотеку, муж загулял, пришлось продавать эту квартиру тысяч на 300 дешевле аналогов. Статистика это показывает, а статистика вещь упрямая. Берешь чужие и ненадолго, отдаешь свои и навсегда. Продолжение следует... В общем, советую подписаться на наш канал всем тем, кто до сих пор этого не сделал, иначе вы рискуете пропустить какую-нибудь важную для себя информацию. Итак, ипотека. Как уже неоднократно говорил, ипотека является таким двигателем на нынешнем рынке недвижимости. Процентов 70-75 всех сделок купли-продажи недвижимости проходят с участием банков. Я не хочу сказать, что это хорошо, ведь часто у людей просто нет такой возможности, чтобы накопить, честно накопить на квартиру в наше время. Это же кем нужно работать, сколько нужно зарабатывать, как нужно уметь откладывать, экономить, чтобы это сделать. Ну, лично у меня таких примеров единицы. Давайте попробуем нарисовать портрет среднестатистического ипотечника. Чаще всего это молодые люди в возрасте 25-35 лет, семейные. Один является заемщиком, второй часто выступает заемщиком. Часто живут непосредством, вернее, часто так бывает, что люди переоценивают свои возможности. В чем это заключается? Например, вместо жилья попроще покупают квартиру в каком-нибудь недешевом жилом комплексе. Вместо трехкомнатной чешки за 3 миллиона покупают двухкомнатную новую квартиру за 3,5 или даже за 4 миллиона. Тем самым увеличивая сумму заемных средств у банка. Друзья, я все понимаю. Хочется сразу жить в хорошем жилом комплексе, в хорошей новой квартире, с просторной кухней, метров 12, а лучше больше. Но, чтобы залазить в долги перед банком, да еще на очень большие суммы, нужно быть настолько уверенным в себе, в своей семье, в своей работе, и в своем работодателе, наконец. Я уже приводил, в пример, такую историю жизни, когда ко мне обратилась девушка с просьбой помочь продать ее трехкомнатную квартиру. В одном из таких, ну, недешевых жилых комплексов. Квартира была куплена в ипотеку, муж загулял, и в сухом остатке маленький ребенок на руках, и ежемесячный платеж по ипотеке почти 50 тысяч рублей. Пришлось продавать эту квартиру тысяч на 300 дешевле аналогов, без каких-либо применений и сложностей, отдавать долг банку и покупать двушку попроще. Не стоит исключать тех случаев, что каждый из нас может потерять трудоспособность. С каждым из нас такое может случиться, зарекаться не стоит. Могут сократить на работе, могут урезать зарплату, да все что угодно произойти может. И любая из вышеперечисленных ситуаций может привести к тому, что ежемесячный платеж по ипотеке станет просто непосильной ношей. Я не призываю вообще не связываться с банками, не брать у них в долг, нет, ни в коем случае. Для многих это единственная возможность купить жилье. Я лишь говорю о том, что нужно максимально трезво оценивать свои возможности, хотя всего на 100% точно не предусмотришь, конечно. По возможности брать поменьше и отдавать как можно раньше. Вот что я имею в виду. Что происходит, когда заемщик перестает платить по ипотечному кредиту? Ну, почку банк у вас, конечно, не заберет, но шутки с банками все равно плохи. Совсем недавно у нас прошла сделка по продаже квартиры, где заемщик не платил по ипотеке, ну, что-то около полугода. Сначала банк уведомляет о возникновении задолженности по телефону. Если заемщик не идет на контакт, сотрудник банка может приехать и на дом. И если ситуация с задолженностью перед банком никак не разрешается, банк либо передает долг коллекторской организации, либо, что чаще всего происходит, подает иск в суд для принудительной продажи этой залоговой квартиры. То есть в любом случае квартира рано или поздно будет продана на торгах. После продажи квартиры погашаются штрафы, проценты за обслуживание и само тело кредита. А остаток суммы вернут должнику. Ну, а если денег с продажи квартиры не хватило, чтобы покрыть все долги банк, также может обратиться в суд, чтобы он взыскал задолженность заемщика за счет продажи его какого-то другого имущества. Повторюсь, с банками шутки плохи. В нашем случае мы вовремя вмешались в ту ситуацию, договорились с банком, что вопрос с квартирой решается, что ведем хорошую рекламную кампанию по поиску покупателей на эту квартиру, и что вот-вот в ближайшее время покупатель будет найден, и мы закроем долг перед банком. Естественно, опять пришлось продавать квартиру дешевле аналогов без обременений. В течение полутора месяцев нашли покупателя, сняли обременение, погасив долг перед банком, и продали эту квартиру. Вот без обид, но я совсем не понимаю покупателей ипотечников без первоначального взноса. Вот хоть убейте, не понимаю. Вот как вы планируете ежемесячно платить банку, если не смогли накопить хотя бы 15% на первоначальный взнос? Как? Я могу понять тех людей, как наша недавняя клиентка, например, у которой свой небольшой бизнес, торговый павильон на одном из рынков в Северном районе. Она специями торгует. Так у нее все деньги в обороте. Да, она вроде бы неплохо зарабатывает, но накопить на первоначальный взнос такой возможности не имеет. Я нисколько не сомневаюсь, что она без каких-либо проблем будет ежемесячно платить банку, но это единичные случаи. К сожалению, в большинстве случаев квартиры, купленные без первоначального взноса, где люди живут одним днем и не могут накопить даже 15% на первоначальный взнос, ждет судьба тех квартир, о которых я говорил выше. Они уйдут с молотка через какое-то время. Статистика это показывает, а статистика вещь упрямая. Поэтому, друзья, резюмирую. Берите как можно меньше, рассчитывайтесь с банком как можно быстрее. Не я сказал, берешь чужие и ненадолго, отдаешь свои и навсегда. В данном случае еще и с процентами. И помните о том, что даже если вы, все у вас будет хорошо и с работой, и в семье, и со здоровьем, слава богу, и вы не будете гасить долг перед банком досрочно, а будете рассчитывать, растягивать это удовольствие на все 15-20 лет, вы как минимум еще одну такую квартиру подарите банку, а то и больше. На сегодня все, друзья. Как всегда, если видео было для вас полезно, интересно, поддержите его лайком. И на канал подписывайтесь. Ну, дело же говорю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...